Каминское 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 Казак Спидбайкап Казак Спидбайкап стоит на трех китах. Первый, самый главный, это наша основа, это Сергей Григорович. Наш главный спонсор, создатель, инициатор всего чемпионата. И только благодаря ему мы существуем и можем поддерживать такой уровень, достойный реально международного соревнования. Второй важный пункт, это наша команда. У нас не сразу получилось собрать этих чудесных, замечательных людей, но я счастлива, что у нас это получилось. Третий кит Казак Спидбайкап, это, конечно же, наши пилоты. Настоящие профессионалы своего дела, спортсмены, которые приезжают сюда на каждое соревнование. И это не просто два дня гонок. Это кропотливая работа в течение всего времени. Это подготовка, это финансы. И это лицо чемпионата. Это, собственно, то, что есть чемпионат и ради кого это все делалось. Потому что поддерживать можно много, но именно пилоты и являются мотоспортом Украины. И мы хотели бы показать их всему миру. И мы хотели бы, чтобы на наш чемпионат приезжали люди, чтобы была, конечно, такая возможность и технически, и чтобы у людей возникало такое желание приехать и соревноваться с украинскими пилотами. Наша команда, это не только про работу, это не про заработок, это про людей и про их отношение вообще к мотоспорту. У нас не сразу получилось это сделать, как в любой немаленькой команде, организации. У нас было много разногласий. Как мы рамсились с Сашей Дубовиком. Во что сейчас сложно поверить. И мы собираемся вне трека, вне организации. И это помогает нам поддерживать отношения, поддерживать единый командный дух. Это достойный коллектив, достойный такого классного соревнования. Привет, я Анисенко Сергей. Чем занимаюсь? Ну что, гребаный айтишник. Что с меня взять? Приезжаю, выезжаю, улучшаю. Ну, как-то так оно потом все складывается. Ну, а там тумбочка и эти все награды. Это самый страшный трек в моей жизни. Я вот, когда кошмары мне снятся, это вот мне Каминское снится. Причем, если раньше мне снились кошмары, что я еду в нормальную сторону, теперь мне будут сниться кошмары, что я еду в обратку. Ну, это просто именно... Ого! Козак Скаб для меня это четкая туса, офигенные парни, очень крутые орги и круглые колеса. О, я погнал! Я владелец интернет-магазина и имею немножко свободное время, которое я использую на свое хобби. Козак Скаб для меня, в принципе, хорошо организованный турнир и все идет довольно-таки плавно. Мне все нравится, да, все отлично. Я второй год участвую в Козак Скаб. Ездил на треках в Полтаве, Киеве, здесь в Каменском. Мне нравится этот чемпионат, в том плане, что здесь всегда дружеская атмосфера, куча позитива, он дарит море эмоций. И приятно то, что он каждый год становится все лучше и лучше. Я замечаю по себе, что, ну вот, наблюдаю со стороны, что количество участников каждый год увеличивается. Трек Каменское. Классный трек. Мне очень нравится. Мне нравится его покрытие, нравятся повороты. Сегодня проехал первый раз в обратную сторону. Конфигурация. Круто. Все круто. Я получаю здесь массу удовольствия, как и на любом другом мероприятии. Козак Скаб для меня ассоциация с хорошим настроением, классными людьми и большим количеством подиумов для меня. Это у нас, если я не ошибаюсь, третий год Козак Скаба. Я люблю приезжать, общаться с людьми, уже как показывает практика с разных стран. Вот, стоять на подиуме, проводить вечера здесь. И главное, чтобы все были здоровы для меня. А удовольствие мы от этого ивента в любом случае получим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, трек в Каменском, наверное, лучший в Украине, как на мой вкус. А город специфический, да, я тут много спецэффектов вижу из окна, там. Красный дым из труб, зеленый дым из труб, фиолетовый огонь из труб. Шикардос. Я выбрал Козак Кап, потому что, на самом деле, выбор небольшой. Есть в Украине три, видимо, чемпионата. Это СБК УА, Козак Кап и мотокросс. Но мотокросс я боюсь, там надо прыгать. Большие, высокие трамплины, чтобы был результат. А СБК я еду, Козак еду. Везде еду. С женой мы раньше ездили в разных группах, там, она сильно отставала. Но последнее время что-то так подразогналось, что чувство уже скоро напихивать начнет. Я была уверена, что я не буду гоняться ни с кем, никогда и ни за какие деньги. Я собиралась просто немножко научиться ездить. А потом оно как-то завертелось. И я прямо помню, как два года назад я смотрела финал и думала, это боги, они такие офигенные. И я никогда не буду... Ну, в общем, у меня не было этих планов. Я не помню, как получилось, что я поехала. А что касается трека, трек чудесный, потому что здесь почти все время едешь в колено. А вот слайдеры счесываются, вот это вот реально за несколько сессий. Очень интересно, нету времени тупить и очень, ну вот так вот, бодренько. Очень спортивный трек. Меня зовут Евсевий Ковалев. Мне 9 лет. Мне нравится, чтобы на меня смотрели, показывать, как я еду. И я люблю ездить на прямиках быстро. Мы сюда приехали втроем. Папа, мой брат Макс Ковалев и я. Мой брат! Мой брат меня привязал к мотоциклу. Я смотрю, у него кубки, и я хочу тоже кубки. Ну, и начал с пяти лет. МОТОЧИК. Да! АПОЧИК. МОТОЧИК. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Купил первый мотоцикл в 29 лет И считал всех мотоспортсменов полными идиотами В итоге теперь я не езжу в городе И сам являюсь мотоспортсменом Питбайки Это просто огонь Максимум удовольствия за минимум денег Которое можно получить не выезжая из Украины Коза Кап это отличное мероприятие для Украины Где с минимальным риском и минимальными вложениями Можно получить 98% эмоций Которые ты получаешь на гонках на больших мотоциклах Только безопаснее Большая часть команды это друзья еще со школы Мы потихонечку привлекаем Каких-то новых людей в спорт Потому что Это круто Это круто, это классно Многие боятся мотоциклов А считают, что только ты прикоснешься к мотоциклу Ты умираешь Но нет, это не так Можно много лет ездить И иметь из травм только синяки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ехали гонку, первый круг Первый поворот зрительский Произошел стык Я не понял, у меня наблюдал за пилотом За Ковалевым Максимом Потом уже осознанно просто лечу Кручусь Удара по ребрик первый Второй Второй был, наверное, шлемом Потому что в этот момент он сразу у меня слетел Потом еще пару кувырков И понимаю, что больно Почему слетел шлем? Изначально я тоже об этом не думал Но потом уже слышал отголоски людей Что не был застегнут Не был затянут Как бы неправильного размера И так дальше Но когда шлем подняли Шлем был действительно застегнут Просто перед выездом Мне лично маршал проверял Затяжку Также со мной На стартовой решетке подходил Главный судья Я тоже поднимал шелью Шлем был затянут Ну, по приезду уже с больницы домой Как бы я одел шлем Ну, решил понять для себя, что произошло Затянул его Не знаю, как это объяснить Либо, не знаю, формой головы Спецификой шлема Но даже при самой плотной затяжке Я, приложив не сильные усилия Могу отвести шлейку Как бы у некоторых ребят смотрели Та же история Поэтому Не знаю Хорошие результаты И в принципе, как и каждый гонку Как и каждый этап Он выезжает на тумбочку Мы увидим его И радуемся, естественно За успехи, которые показывают нам пилот Спасибо вам большое, пилоты Очень сильно переживаем Но все Прошло к концу Приехал потестить свой мотик На большом треке Потому что в Питере Как бы большого трека Под пидбайки нету Поэтому появилась возможность И я себя чувствую замечательно Вроде четвертый покор Вроде четвертый покор Субтитры сделал DimaTorzok и организаторы молодцы вообще то есть сколько у нас вопросов по ходу нашего движения возникало отвечали моментально просто причем быстрее чем это можно даже себе представить а Козак, несколько лет назад ребята съездили Из Москвы к вам на чемпионат И рассказали в двух словах Я посмотрел в соцсетях Как вообще развивается Ваш ситуация В каком направлении вы двигаетесь И загорелся Я подумал, что я должен Оказаться На Козак Капе Меня зовут Владимир, фамилия моя Денисенко Я достаточно известный человек В мире мотоспорта Известен с отрицательной стороны Потому что я являюсь главным судебой соревнований Достаточно долго судил Кольцевые мото-гонки Последние два года Участвую как главный судья В Козак Спидбайкап Параллельно это же мероприятие Обслуживает чемпионаты Кубок Украины По супер-мото В реакции, еще раз говорю, сильнее всего меня удивило А ладно, черт не с другими пилотами упирать В плане судейства В мотоспорте это всегда сложно Потому что каждый пилот считает себя индивидуалом Каждый пилот считает, что он пуп земли И это хорошо, потому что это притупляет им истинное самосохранение Без этого истинного самосохранения Они едут быстро и плохо Зачем возникают самые разные ситуации Которые требуют вмешательства судей Задача судьи в том, чтобы те правила и положения, которые были придуманы комиссией по супермотам, в нашем случае пидбайкам В межсезонье выполнялись точно и правильно С этим, как правило, у нас у всех проблемы Особенно со словом точно Со словом правильно это вообще беда Некоторые его слышали только когда учили букварь Некоторые когда его скурили Основная проблема, снова-таки, заключается в том, что все пилоты индивидуалы Каждый пилот, если он не считает себя пупом земли на старте Он просто физически не поедет быстро Поэтому в тот момент, когда им кажется, что у нас достаточно жесткое судейство На самом деле это судейство очень либеральное Потому что, например, в ближайших странах Которые с нами соседствуют и проводят аналогичные мероприятия За простые пререкания судей человека дисквалифицируют То есть мне махают синим флагом Вот мы так, что нам делать? Я пропускаю, потому что мне дают указания И меня обгоняет мой соперник Это нормально? Можете подняться об судей Еще не стекло время протеста И подать протест... Стоп, стоп, стоп Дайте мне завершить мысль Вы можете подняться Подать протест секретарю У нас принцип такой Если вы протест не подали Этот инцидент может быть рассмотрен Но может быть оставлен без рассмотрения Если вы протест подадите Протест будет рассмотрен обязательно На брифинге было сказано Что не обязательно подавать протест А можно просто как обсуждение Я хочу внести это как обсуждение Сам по себе этот вид спорта достаточно молодой Потому что питбайки это новое Это очень активно развивающееся движение Это получило достаточно мощный старт В виде Кубка Козакс До того, как это получило статус чемпионата И Кубка Украины Но зато это дало участникам возможность Получить звание, разряды В рамках спортивной классификации Украины Пилот должен слезть с мотоцикла И дальше Смотрите Есть команды, в которых пилот толкает мотоцикл в ячейку Есть команды, где механик может принять мотоцикл от этой линии И катить в ячейку И выкатывать ее до другой зоны До зоны, где можно завести двигатель Там сейчас будет нарисована линия Вот видите, белая линия, которая ведет от весовой Она сейчас будет продлена Там будет нарисован знак Перечеркнутый моторчик Это зона, которой нужно Чтобы обязательно мотоцикл был заглушен До этой линии В тот момент, если вам отмахнули И вы не выехали в течение 5 секунд Будьте готовы Вас могут остановить Там приближается другой пилот Поэтому обращайте внимание на флаговую сигнализацию До начала эндуранса Вот это вот напряжение Оно все-таки нарастает Потому что, ну потому что эндуранс это не просто И честно говоря, мы уже не раз сомневались ехать, не ехать И каждый раз ехали, и каждый раз были счастливы А потом, когда ты приезжаешь, слезаешь с мотоцикла И просто ложишься на асфальт И тебя поливают водички Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что я думал по поводу того, что мы едем эндуранс в обратную сторону Ну, в обычную Не вижу в этом никакой абсолютно проблемы Как по мне, это нормальная европейская практика Когда ты приезжаешь и прикатываешь новый трек В принципе, это та же самая конфигурация нового трека Вот, есть только один плюс Ты знаешь, как его ехать в другую сторону Какой поворот будет дальше Для развития пилота это очень крутая вещь Я всегда это поддерживаю Если это безопасно, это круто Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я не люблю называть звание Это так же, я мастер спорта Знаешь, типа, потрогайте меня Я здесь уже не первый год В принципе, я начинал с ребятами Я не знаю, каким образом они меня сюда пригласили Я никогда не был связан с мотоспортом Но, когда я впервые увидел организаторов И вообще спортсменов, которые участвуют здесь Вообще, в принципе, когда я увидел питбайки Я реально понимал, что это украинский спорт Это для наших ребят Из технических видов спорта он является одним из самых дешевых Не взирая на все сложности, связанные с ограничениями по пандемии, карантинным мерам Мы стараемся держать планку высокую, которую мы взяли в формате организации И это нам удается Мы гордимся нашими пилотами, которые принимают участие в соревнованиях в европейских кубках и чемпионатах Они показывают достойные результаты Как и в юношеских соревнованиях, так и уже и в взрослых Каждым годом мы наблюдаем тенденцию роста чемпионата Роста количества пилотов Рост их уровня И это не должно остаться незамеченным Мы должны это показывать Мы должны это презентовать И презентовать хорошо И мы надеемся на отзывчивость пилотов На то, что они будут понимать, что все новые партнеры Все новое внимание, которое будет привлечено к чемпионату Мы будем использовать во благо Мы будем использовать для них И это позволит нам улучшать и улучшать наполнение, качество и условия для проведения соревнований Мы создаем эмоцию Мы создаем настроение И мы очень хотим, чтобы нам в этом помогали не только спонсоры А спортсмены, болельщики Мы хотим, чтобы их становилось больше Мы прекрасно понимаем, что это эффектно Это сильно и это мощно И пока ты сам не попробуешь и не увидишь Ты никогда не поймешь Поэтому, рок-н-ролл, ребята, ждем вас всех у нас на Козак Капе Было, друзья, я вас поздравляю Уикенд окончен Давайте ваши аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok